Каспий выплатит дивиденды, кто лучше инвестирует в нефтяные деньги? Нацбанк наконец-то снизил базовую ставку, а еще отменил обязательную продажу валюты квази-государственными компаниями. В этом видео мы как раз таки обсудим эти и другие новости Казахстана. Всем привет, с вами я, Ярнар, и это моя рубрика про новости Казахстана из мира финансов, экономики и инвестиций. А у меня также есть инстаграм, так что можете заглядывать и туда. Как обычно, вначале быстренько посмотрим на индексы Кассе и СМП500. Индекс Кассе за неделю прибавил примерно 1%, а вот американский рынок за неделю вырос на 2%. В конце этой недели вышли данные по рынку труда, и там цифры вышли выше прогнозов. Но все же они показали замедление темпов роста рабочих мест. А это, скорее всего, понравится Федеральному резерву. Теперь к казахстанским новостям. Нацбанк в недавнем своем сообщении передал, что было принято решение о приостановлении нормы об обязательной продаже компаниями квази-государственного сектора 30% своей валютной выручки. Данное решение будет действовать до 1 января 2025 года. С учетом сбалансированности валютного рынка и в целях предоставления компаниям квази-государственного сектора больших возможностей при управлении валютными потоками, правительство Казахстана приостановило действие нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки. Говорится в этом сообщении. Впервые данная мера была применена в 2020 году из-за ухудшения внешних условий в связи с пандемией. В феврале 2023 года норма обязательной продажи была снижена с 75% до 50%, а в июле этого года с 50% до 30%. Если вспомнить данные за июль, то тогда общий объем торгов на валютном рынке составил 2.9 млрд долларов. Из них 195 млн пришлись на продажи валюты компаниями как раз таки из этого квази-государственного сектора, то есть примерно 6%. Как это может сказаться на курсе доллара к тенге? Ну, теоретически, если теперь будет покупаться меньше тенге за доллары, то это будет означать снижение спроса. А если у чего-то снижается спрос, то оно обычно падает в цене. Но это, конечно, теории. Каков будет точный эффект от этих решений, я не знаю. К тому же и Нацбанк говорил, что планируют увеличить продажи валюты из Нацфонда, что может перекрыть эффект от отмены продажи в квази-госсекторе. Кстати, о Нацбанке. 25 августа они решили снизить базовую ставку на 0,25%, тем самым снизив ее до 16,5%. Это первое снижение ставки за последние три года. В первую очередь решение снизить ставку связано с внешними факторами. Национальный банк отмечает, мировая инфляция замедляется в большинстве стран мира. На это влияет ряд факторов, в том числе политика центральных банков, направленная на обеспечение стабильности цен. Но инфляция все равно остается устойчивой, влияя на пересмотр сроков снижения ставок. В то же время, как они говорят, в Казахстане сохраняется внутреннее давление, способствующее росту инфляции. Это происходит из-за расширения государственных расходов, высокого внутреннего спроса, нестабильных ожиданий по инфляции, а также увеличения затрат на производство. При соответствии динамике фактической инфляции и ее устойчивой части нашим ожиданиям по замедлению, Национальный банк продолжит политику плавного и осмотрительного снижения базовой ставки. Пространство для этого сформировано, однако с учетом проинфляционных рисков, включая фискальный импульс, оно ограничено и требуется взвешенный подход к будущим решениям. Также регулятор поделился своими прогнозами на ближайшую перспективу. Они ожидают снижения инфляции до 10-12% к концу этого года, в 2024 году 7,5-9,5%, а в 2025 году снижение до 5,5-7,5%. Следующее решение о базовой ставке будет принято 6 октября этого года. На курсиве вышла интересная обзорная статья о том, какую доходность показали разные пифы, которые предлагают управляющие компании в Казахстане. Пифы – это паевой инвестиционный фонд, который объединяет деньги инвесторов и собирает на эти деньги портфели из разных инвестиционных инструментов, будь то акции, облигации или же ETF. Портфель собирает и управляет им компания, которая создала фонд, согласно своей стратегии. Простыми словами, инвесторы дают деньги фонду, чтобы те ими управляли и инвестировали вместо них. А инвесторы, в свою очередь, будут получать дивиденды, если они есть, и стоимость их доли, то есть пая, будет расти или же снижаться в зависимости от стратегии управления. Так вот, согласно статье, лучшую доходность за первые полугодия показал фонд Goodwill под управлением Freedom. Стоимость одного пая выросла с 3900 тенге до 5300 тенге, а также за этот период были выплачены дивиденды в размере 121 тенге. С учетом этих дивидендов, общая доходность фонда составила 38,4%. А вот другой фонд Freedom, долларовый EP Fixed Income, оказался в хосте списка с отрицательной доходностью. Его цена упала с 71 тысячи до 69 тысяч тенге, но были выплачены дивиденды в размере 1000 тенге, и итоговая доходность составила минус 0,89%. Так как основная часть активов этого фонда составляли валютные инструменты, то большое влияние на доходность оказала динамика курса доллара к тенге. Курс за первые полугодия снизился почти на 2%, что и оказало отрицательный эффект на стоимость пифа. На втором месте по доходности оказался фонд Adjusan Invest. Стоимость паев фонда Harmony увеличилась почти на 15% с 13,5 тысяч до 15,5 тысяч тенге. Согласно их отчетам, большая часть средств фонда в начале года была вложена в государственные цены бумаги, но в марте их долю сократили и нарастили долю акций американских компаний в сфере здравоохранения, потребительских товаров и технологий. Как и в случае с Freedom, у Adjusan Invest тоже есть фонд, который просел в цене. И просел он, надо сказать, заметно. Паи фонда Abroi упали на 20% с 1038 до 831 и пишут, что этот пиф сейчас в стадии прекращения деятельности. В статье также показаны и другие фонды, к примеру, пифы от Hall of Bank, которые показали доходность от 4 до 11%. Если захотите ознакомиться с полной версией статьи, то оставлю на нее ссылку в описании к этому видео. 23 августа состоялась внеочередная встреча акционеров Каспий Киезет, где они решили выплатить дивиденды по простым акциям за второй квартал 2023 года. Размер дивидендов на одну акцию составит 750 тенге. И согласно документу, дата начала выплат указана как 23 августа, а дата фиксации реестра указана как 22 августа. А это значит, что если вы на эту дату владели акциями Каспий Киезет, то вам выплатят эти дивиденды. Учитывая, что у них в обращении 189 миллионов 900 тысяч акций, то получается, что на эти выплаты дивидендов компания примерно потратит 142 миллиарда тенге. В истории выплат на кассе написано, что они уже выплачивали по 750 тенге за первый квартал этого года. И если вдруг компания также выплатит по 750 тенге за оставшиеся два квартала 2023 года, то в итоге получится, что они выплатят 3000 тенге на одну простую акцию за один год. Сейчас акции Каспий торгуются в районе 46 тысяч тенге, но в начале года они торговались в районе 33-34 тысяч тенге. Получается, дивидендов на доходность потенциально может составить в районе 9%. Плюс возможен рост цены самой акции, если они этот год закроют выше 33 тысяч тенге. Еще один интересный материал, с которым я столкнулся, рассказывал про сравнение эффективности инвестирования на сфондов трех стран. Это Казахстан, Азербайджан и Норвегия. На конец 2002 года активы в фонде Норвегии составляли 1,27 трлн долларов, и он является самым крупным суверенным фондом в мире. У Азербайджана же фонда находилось 49 млрд долларов, а у Казахстана 55,7 млрд. Оказывается, наш фонд разделен на два портфеля. Стабилизационный, где есть 9,6 млрд, и сберегательный, 46 млрд долларов. Стабилизационный портфель служит для поддержания республиканского бюджета, а сберегательный для сохранения средств от продажи углеводородов для будущих поколений. Доходность первого портфеля за 2022 год составила 1,15%, а сберегательного – почти минус 12%. Если посмотреть на структуру сберегательного портфеля, то большую часть составляют государственные цены бумаги развитых стран – 34%, и еще 21% в ГЦБ развивающихся стран. На долю акций приходится 30% и еще 5% на золото. Если сравнить с азербайджанским фондом, то там доля золота намного выше – 12%, на акции – почти 20%, на бумаге с фиксированным доходом – 62% и 6% на недвижимость. Кстати, последнего класса активов совсем нет в нашем фонде. Из облигаций больше всего вложено в ГЦБ США почти 28% от всех облигаций, 6% ценной бумаги Германии и 4% Великобритании. Из недвижимости они покупают не только офисную, коммерческую, жилую, гостиничную, недвижимость, но также и медицинские лаборатории, и студенческие обширития. В региональном разрезе больше всего помещений у них в США – 41%, в Европе – 37% и 22% в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если первые два фонда имели более консервативные подходы и делали упор на облигации, то у норвежского фонда более агрессивная стратегия. Почти 70% фонда приходится на акции, а на облигации – 27% и почти 3% на недвижимость. Ну и 0,1% на инфраструктуру возобновляемых источников энергии. Больше всего вложений фонд делает в акции американских компаний – 44% от всех акций. Далее японские компании – 7,3% и британские – 7%. В разрезе секторов преобладают технологические компании – 17,5%, финансовые – 16% и компании потребительского сектора – 13%. На конец 2022 года фонд инвестировал в более чем 9000 компаний. В итоге за 2022 год все три фонда показали отрицательную доходность. Азербайджанский фонд снизился на 5%, казахстанский – на 10%, а норвежский – на все 14%. Ну, оно и неудивительно, если учитывать то, что их портфель в основном состоит из акций, а 2022 год был для фондового рынка не особо благоприятным. Если сравнить доходность по классам активов, то они в принципе похожи. К примеру, доходность в портфеле акций у Казахстана составила минус 15%, примерно столько же у Норвегии и у Азербайджана минус 16%. Здесь на графике можете посмотреть, какую доходность показывали фонды каждый год на протяжении последних 10 лет. А если посмотреть на среднюю годовую доходность фондов с момента их создания, то к концу 2022 года средняя годовая доходность казахстанского фонда составила почти 3%, 2,3% для азербайджанского фонда и 5,7% для норвежского фонда. Так что, в принципе, у нас тоже неплохо. На сегодня у меня пока что с новостями все. Поддержите ролик лайком и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать больше интересных роликов на канале. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Ярнар. Увидимся в следующем ролике. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok